Лада Гранта 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 Внешне что здесь необычного? Другая подвеска, владелец, естественно, ее занизил, так как с этой мощностью, которую я здесь чуть позже расскажу, на ней просто небезопасно ездить по колесам. Колеса установлены 15-й, тормоза стоит 15-й, задний с Hyundai Solaris, задний представляете? Тут даже с Hyundai частичка есть. По выхлопу, весь выхлоп трассы пустая, задняя банка от САБа 2 и 3 Турбо. Хочется отдать должное владельцу, что такие проекты существуют. Это очень необычно, красиво и это едет. Все знаем, что такие долгострои, как бы я их называл, корчи в чем-то, потому что все не так просто. Здесь был бы бюджет неограниченный, давно бы все было здесь в идеале. Владелец ее собирал года 3-4 и вот сейчас здесь все уже ездит и все работает. Что мы видим? Не как мы привыкли видеть. 16-ти клапаны с Priora. Это самый частый тюнинг, наверное, для ТАЗа, хотя такая у нас скоро тоже приедет. Здесь с Nissan Silvia SR20DE мотор. 2 литра, 160 лошадиных сил, атмосферный. Коробка с этого же мотора, с Nissan Silvia. Кардан с Nissan Silvia, задний мост с копейки. И он это держит. Представляете? Я вообще поражен. Ну, само собой радиатор с него, чтобы он охлаждался. Кстати, хочу сказать, все смотрится очень красиво здесь. Ну, как в литой стоял, естественно, пришлось весь туннель вырезать, выпиливать, чтобы там, знаете, ну, все встало на свое место. Естественно, рычаг переключения коробок передач, его чуть перенесли, но, кстати, и встал он теперь куда надо. Не надо за ним, знаете, ходить куда-то. Что хочу сказать? Мне очень интересно, как появится сейчас этот автомобиль. Мы померяем их, естественно, сейчас оба. И Гранту померяем, и Копейку померяем, и мне интересно, какая машина кого обгонит. Что, какие сейчас ставки? Ставок никаких нет. Теперь поймем, есть ли смысл дорабатывать наш отечественный мотор, либо есть смысл просто купить, кстати, 30 тысяч стоит мотор. Вот, БУ, естественно, не нового. 30 тысяч рублей там, но владелец его поставил уже второй, так как первый у него попался не особо у хорошего качества. Вот на что можно попадать, вот куда бабосы будут улетать, все не получится с первого раза. Так, 160 японских сил против 140 наших сил. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, как на четверка работает? Да за ней. Вот на стандартном моторе. По-моему, это бракованная с завода шла. Так, готов? Сигналь. Мы уперлись в отсечку. Ровный бой! Сука, ровный бой! Так, вот там идем вообще просто! Но кран-то начинает уходить, по-моему. По-чуть начинает уходить. Вдаль мы уходим, съедаем. Все, перестали съедать. Вот идем просто. Сколько скоростей? Сто восемь. Сто восемь. Ну, не все, ограничение. Сигналь! Мы сейчас зарыли чуть. Удачный старт на передке. Оба попали передачи. Мы чуть уперлись в отсечку. Едем скорость. 120, 130, 140. Вообще просто в наздрёх, в наздрёх идём. И чуть мы начинаем вот на верхах уезжать. На верхах уезжаем вот. И чуть дальше, 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 дальше. Вот копейка. Ну, корпуса. Сейчас вот привозим корпус до 190. Просто всё, до 1. Выкладываем. Всё, отпускаем. 20. Я закрылся. Давай. Опа-опа. Удачно. Кстати, хорошо. Кол сейчас прыгнул. Мы провалились, как обычно, на второй. Точнее, на второй, на третий. Едем дальше. Привозит он нам кол корпуса. Странно, ходом. Едем, едем. Скорость 140, 150. 160 уже. И мы начинаем объезжать его. Почему, не понимай. И прямо начинаем объезжать. То ли он скорость не включает, но мы уезжаем. Проехали. Да. Да, да. А мы с какой? Мы прям вообще уехали. Со второй. Со второй мы прям уехали вообще. Может, копейка не с нужной передачи поехала. Так, сейчас вижу. Ну, корпусу три мы сейчас ей везем. Уперлись на третий, восьмой, на пятый. Ну, уже на пятый, епта. Передача включается молниеносно. Сигналь, ты. Ух, ебать, он орет. Мотор ревет просто. Дико, сука. Вот это переключение. Блядь, коробка длинна, мне кажется. Правда, она сейчас проехала. Тут корпус везет. Ну, сейчас нам больше оборотов мы не сдаем. Пятый. Давай, сигналь. С***, мы не зацепились. Вот это переключение, сука. Переключение идеальное просто. И вот на четвертой кранту начинает обходить. С***, на четвертой обходим. И у нас все ограничитель срабатывает. Срабатывает ограничитель. Вот четвертая она обгоняет, и все, да, вот. С плохой второй передачей. 8,7. Сто двести у нас нет. 16,77. Какой же все-таки в тазах кайф. Вот честно. Я кричал, как ребенок. Это, может, глупо как-то звучит. Кому-то это не по кайфу. Понимаете? Ну, мне по кайфу. Тазы, они живые. Есть у них какой-то, вы знаете, вот, С***, свой стержень. Я не знаю. Что по итогам? Все летают у нас. Гранта. Ну, по итогам быстрее, короче. Если на квотер, то можно было там пободаться копейки. На копейки, сказал, чуть не донастроен мотор. То есть, у нее провалы на низах. Поэтому он с места стартовал. Прямо с предельных оборотов. Было видно ее всю. Таскает по звуку в копейки. Знаете, похож на дроссельный шестнарь. Вот, хороший дроссель. Знаете, так, сука, нарет. В ней сидишь, не понимаешь. В ней нельзя быстрее. Потому что в ней быстрее. Просто с ума сойдешь. Там не будешь сидеть, как просто, как маньяк орать. В Гранте как-то все поспокойнее даже кажется. Потише. И как-то так, знаете, туда-су едем. И вот если при ровном старте прям синхронно все включают передачи. Прям, знаете, в режиме антисинхронный. Все вылетает в трубу у нас. И мы, конечно, едем. И на 140-160 Гранта начинает прям от нас отъезжать. Вот если едет в копейках. То есть, Гранта отъезжает от копейки вот чуть подальше. Потом на копейке, естественно, 180 ограничитель. И все. Дальше мы никого не ехали. А это вот жиклеры подкрутили. Просто, смотрите, просто демон, сука. Эту машину мы покажем. То есть, на обзоре, если хотите, узнать, что здесь автомобиль. Это просто очень крутой проект. Внешне эта машина огорчает многих очень. Про нее мы вам покажем позже. И про копеечку мы тоже снимем хороший обзор, красивый. Всем спасибо за просмотр. Эмоции мы получили. Я думаю, вы тоже. Всем пока.